Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Преемственность – это залог успеха и основа будущих побед. Сегодня у нас в гостях дочь энергетиков, по примеру своих родителей, выбравшая этот путь. Начальник отдела планирования производства ремонтов Ольга Жданова. Здравствуйте. Добрый день. Я бы как раз начала нашу передачу с темы преемственности. Давайте вспомним ваших родителей. Мои родители – они дети войны. Отец у меня родился в Северном Казахстане. Мама – ленинградка. А родители рассказывали вам о войне? Это настолько была болезненная тема. Отец, конечно, в Казахстане, они не видели ни оккупацию, они не видели военные действия, но они ремонтировали танки, они собирали буквально все и вся, все продукты, всю одежду. Они отправляли на фронт, они жили в проголодь. У меня, знаете, у меня папа до сих пор не ест драники. Вот эти вот обычные оладушки из картошки, которые, а он у меня наполовину украинец. То есть это как бы в принципе это то блюдо, которое вот, ну его родное, он не ест, потому что оно ему напоминает вот эти оладушки, которые зачистков делали и готовили в войну. То есть прошло огромное количество времени, а он до сих пор это есть не может. А мама в свое время, у них тоже была очень интересная история, потому что они жили в Ленинграде, у них было пятеро детей. Получилось так, что их эвакуировали из блокады в Воронежскую область. Через несколько месяцев туда пришли немцы, они из блокады попали в оккупацию. И несколько месяцев они жили в оккупации. После того, когда Ленинград освободили, и оккупация закончилась в Воронеже, уже пришли наши, моя семья, семья мама вернулась в Ленинград. А квартиры у них там нет, там живут другие люди. Потому что, если ты был в оккупации, то ты езжай за 100 километров от Ленинграда. Семья моей мамы была вынуждена уехать в Псков, это 300 километров от Ленинграда. Отец пришел в энергетику в 16 лет. У него стаж по энергетике 53 года. Достаточно долгое время он работал здесь, в Якутии. Был начальником Махсагаусских энерговагонов. Затем, когда закрыли эти вагоны, его пригласили на Камчатку, и он был первым техническим директором первой в мире геотермальной электростанции на Камчатке. Это было на самом деле удивительное время, потому что я его уже помню, мне тогда было 5 лет. Это была страна чудес, потому что электростанция, она работала на гейзерах. В этих гейзерах, которые стояли недалеко от станции, на выходные мы ходили, варили картошку. Это была достаточно изолированная работа, потому что эта электростанция, она находится на южной Камчатке, на самом носике, и туда очень тяжело добираться. Когда пришло время школы, мне нужно было либо отдавать в интернат, либо уезжать. Мои родители сделали выбор, и мы вернулись сюда, в Якутию. После возвращения отец, 19 лет, у меня работал начальником Чуропчинской электростанции. Какие воспоминания остались? Так как я была человеком глубоко любопытной, всегда очень была увлечена чтением. Сначала я прочитала детскую библиотеку, потом юношескую, потом было три библиотеки, потом дошла до взрослой. Я просто захлебывалась чтением, я обкатала все окрестности на велосипеде. Мне было так интересно, где какое растение. Я знала, где... Знаете, настолько, что я знала, где какое дерево, и мне казалось, что оно действительно живое. Я как-то очеловечивала природу, ездила с собакой везде. Ну, как-то вот... То есть детство было достаточно уединенное, но вот эта детская энергия, она все равно уходила на то, что мы выписывали огромное количество, например, журналов. Я сама там делала выкройки, я научилась вязать по журналам. Ну, то есть как бы все равно энергия куда-то направлялась. И наслаждение природой, наслаждение какими-то там маленькими путешествиями, с собакой на велосипеде далеко. Вот как бы вот такое вот у меня было детство. Вот, наверное, все равно тянуло где-то к технике, потому что в той же чуропче, будучи маленькой, находился старый разбитый телевизор, знаете, такой толстенький, а с обратной стороны у него огромное количество разноцветных транзисторов. Это была моя самая любимая игрушка. То есть туда забиралась с головой, просто ковырялась, эти красные-желтые штучки синенькие отколупывала. Очевидно, все равно склонность к технике у меня какая-то была, наверное, с детства. И вот мне было, конечно, интересно что-то вот такое вот, ну, казалось более серьезное, чем, ну, какое-то там гуманитарное, это неинтересно. Поэтому я выбрала строительное дело. Сразу поступили? Да, да. Я, в принципе, очень хорошо училась на самом деле. А у вас не было желания поступить, например, в институт или в университет? Почему вы в технику? На тот момент, вот на самом деле, на тот момент, наверное, для меня решение мамы было максимально авторитетным. И я просто доверилась решению родителей. Потом я где-то, конечно, расстраивалась. И, ну, опять-таки, это, скорее всего, послужило мотивацией, чтобы я пошла учиться дальше, уже будучи повзрослее. Когда я вас представляла, я сказала, что вы стали энергетиком, по примеру, своих родителей. В этом есть же правда? Да, в этом есть правда. Потому что, когда ты растешь буквально вот с малого возраста, ты видишь все вот это вот производство. А отец брал меня на станцию, будучи начальником дизельной электростанции в Чуропче. Он брал меня за руку, иногда водил по машинному залу и показывал. И на самом деле, спустя много-много лет, вот будучи сейчас, работая по планированию этих ремонтов этого оборудования, не имея образования механика, я четко знаю, что из себя представляет генератор, дизель, котел-утилизатор, система охлаждения. Благодаря тому, что в десятилетнем возрасте папа меня брал за руку и вел показывать станцию. А как вы стали энергетиком, будучи строителем, тем не менее? Я после окончания техникума, опять-таки, так как мама болела, я вернулась в Чуропчу. В Чуропче я проработала технадзором, где-то с полгода работала в проектном. Проектная группа была АПАТУ в северных электрических сетях. Это дирекция, которая была здесь, находилась в Якутске. Стали набирать проектно-сметную группу для проектирования Чукурдахской дизельной электростанции. Я попала в эту группу. Тоже очень интересный был опыт, потому что на сегодняшний день проектированием дизельных электростанций занимаются проектные институты. А тут собрались буквально 3-4 человека. Дизелист, электрик, строитель, сметчик, которые... Люди труда. Люди труда, которые, исходя из более даже практических соображений, а не теоретических выкладок, делали проект электростанции. Это было интересно. Это было, конечно... Ответственно. Это было очень ответственно. И это была настолько... Это была гордость. Вот в тот момент я поняла гордость людей, созидающих. Это очень интересно. Слово «ремонт» означает, что все в конце концов ломается. Какие-то, возможно, даже бывают аварии. Бывают ли какие-то чрезвычайные ситуации? Вы знаете, они... Возможно... Да, они бывают. Но они бывают благодаря все-таки высокому профессионализму наших работников. Они бывают очень редко. Если случаются, то я... Так как я вижу, я работаю рядом с дизелистами, я вижу, насколько быстро, насколько ответственно, мобильно они относятся к ситуации, и просто моментально реагируют на нее. Потому что, да, безусловно, оборудование... Изнашиваю. Да, безусловно, оборудование, оно имеет тенденцию изнашиваться. Самое главное, чтобы одно дело не допустить поломку, а другое дело, если оно случилось, максимально быстро ее устранить. Это нужно иметь огромную ответственность. Потому что одно дело в большом городе, где можно спрятаться за спиной друг у друга, в маленьких деревнях, где... В отдаленных. В отдаленных деревнях, в отдаленных селениях, где работает буквально несколько человек на крохотных станциях. Мне кажется, это огромная ответственность, чтобы энергоснабжение было непрерывным. Ремонтная деятельность, на самом деле, это обширнейшая, обширнейшая область. И чтобы управлять этой областью, это достаточно сложно. Хочется повысить управляемость. Мы все делаем, пытаемся сделать все для этого. Это очень интересная задача, очень трудная, потому что иногда от самых мелких факторов... Вот закрылась... Вот река обмелела, и не пришли запасные части. И где-то самоизолизирующий провод идет, который буквально год, он идет от места поставки до места ремонта. Потому что ему нужно где-то перезимовать. Не успевает. А из-за этого срываются ремонты. Из-за того, что наша республика такая огромная, расстояния такие большие и такие суровые условия, ситуация меняется постоянно. Ну, одним словом, дорого жить. Очень дорого жить в Якутии. Все это знаем. Да. Но у вас, можно сказать, тоже очень такой экстремальный и дорогой вид спорта, вы вид хобби, наверное, предпочли. Это горные лыжи и водный туризм. Да, на самом деле я очень люблю горные лыжи. Все такое экстремальное. Вот, наверное, это все-таки, да. Это, наверное, характер, который опять-таки заложился в детстве. Я очень люблю природу. И действительно, зимой я каждую зиму стараюсь ездить. Это вы выезжаете куда-то? На самом деле я встала на лыжи достаточно поздно. Я встала на лыжи в 36 лет. Но меня настолько это увлекло. Я долгое время ездила здесь по республике. Мы выезжали в Нерингри. Ездили в Алдан, там прекрасно, прекрасно. В поселке Лебедином есть прекрасная база, прекрасные склоны. Катаюсь здесь на горнолыжной базе Тюхтюр. Но спустя какое-то время мне захотелось чего-то большего. Я стала выезжать. Сначала я выезжала на Алтай, а потом, сделав какой-то такой рывок, я стала выезжать. Я катаюсь в Альпах. И как наступает февраль. Ваш сезон начинается. Это начинается мой сезон. Заранее закупаются билеты, рассчитываются. Рассчитывается и все, и вся экономится. Собирается чемодан, складывается огромное количество носков, теплых перчаток, шлема, огромное количество снаряжения. Собирается и с огромным удовольствием это все везется и везется обратно. Потому что недели, 10 дней отдыха в горах, когда величие гор, белоснежные склоны, синее-синее, невозможно синее небо. И когда ты летишь на лыжах, сначала ты пробуешь прокатиться чуть-чуть, аккуратненько, потом быстрее. А потом ты достаешь навигатор, просто замеряешь скорость. И ты понимаешь, что сегодня ты прокатился 50 км в час. А в это же время, спустя год или два, ты уже смог прокатиться 100 км в час. И это очень, это очень заводит на самом деле. А летом, летом мы очень любим проводить время на реках. Мы сплавляемся на катамаранах, на байдарках. Мы, может быть, не так много освоили еще рек. Сначала катались по небольшим Ботума, на Лене были, ездили на Синюю, ездили по Амге. Вот в этом году, буквально через 10 дней, мы едем уже на реку гораздо более серьезную, мы едем на Восточную Хандугу. Вы с друзьями? Да, мы с друзьями. Как это обычно происходит? Собрали опять-таки чемоданы, не вернее, рюкзаки, наверное. Да, на самом деле, да. То есть мы продумываем маршрут, заказываем транспорт, продумываем перечень снаряжения, продукты закупаем. Полазки, да? Да, и снаряжение у нас, конечно, очень большое, объемное. Загружаемся и весело, дружно все едем на точку. Физически везде это очень тяжело. Ну, опять-таки, рядом с нами всегда мужчины. А мужчины у нас всегда замечательные. У нас, вы знаете, у нас образовалась компания очень, на самом деле, очень показательная. Там в равных количествах мужчины, женщины и дети. При том дети 14, 15, 16 лет. Я наблюдаю, как наши мужчины обучают наших мальчиков вести себя в диком лесу, где на огромных количествах, на огромных расстояниях нет человеческой души, кроме нас. Как вести себя в лесу, как добывать огонь, как делать себе лежбище. Показывают медвежьи следы, показывают зайчи, какая травка где растет. Я просто вижу, насколько это замечательно. Мы живем, да, мы живем тем, что мы рыбачим. В Амге мы умудрялись жить только тем, что рыбачить несколько дней на рыбачем в последнее время. Но это, с одной стороны, это испытание, потому что, да, это, ну, может быть, даже тяжеловато временами физически. А с другой стороны, это такая перезагрузка, что ты выходишь походов настолько обновленные, что смотришь на вещи совершенно другими глазами. И в это время я понимаю, наверное, настоящих экстремальных путешественников, которые вот, наверное, уже из разряда Индиго, которые приходят в город и понимают, боже мой, что я здесь делаю. Да, это настолько меняет сознание. Вот эти путешествия, вот эти поездки, они очень меняют людей. А такой курортный отдых вы любите? На шезлонге, скажем так. Нет, на шезлонге... Нет, на самом деле я езжу, если я езжу, например, куда-то на море, ну, тут, положим, Грецию, ну, на шезлонге не получается долго лежать. А вы не любите загорать? Я... Как любят делать очень многие женщины. Я не могу долго сидеть на одном месте. Безусловно, я... На самом деле я люблю больше плавать, чем загорать. Я могу встать в 6 утра, поплыть далеко в море, вернуться, понырять. Поэтому мой отдых протекает вот таким образом. В движении. Да. Я купаюсь, обязательно берем машину, мы объезжаем все и вся, всю округу, все окрестности, делаем куда-то большой выезд на целый день или еще дальше. Очень скучно сидеть на месте, на самом деле. Столько всего интересного, это хочется все увидеть. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр «Тоймада», третий этаж, телефон 707-574. Вы занимаетесь вот горными лыжами, водным туризмом. Все это требует очень хорошей физической нагрузки. В течение года вы где-то занимаетесь? На самом деле я долгое время занималась фитнесом. Я занималась очень интенсивно. Вот буквально последнее время, может быть, по причине здоровья я расслабилась в этом отношении. Ну а что, это фитнес так влияет на здоровье? Нет, нет. Я имею в виду, мне пришлось отказаться от фитнеса, потому что мне стало подводить здоровье. В горных лыжах физическая подготовка не так важна, как важна техника. На самом-то деле. На самом деле. И хорошие лыжи. И хорошие. Ну, это, знаете, это как хорошая резина в машине. Должны быть надежные лыжи. Они могут быть старенькие, но они должны быть надежные. Смазка. Смазкой. Обязательно с шлемом. На самом деле. Я ездила без шлема пять лет. Мне было жалко денег. Это настолько... И это было хорошим уроком, когда в один прекрасный момент, при столкновении, я поняла, что шлем необходим. После этого шлем я использую везде. И первым делом, как только я купила себе байдарку, я купила себе шлем. Поэтому я считаю, что техника безопасности – это очень-очень важно. В первую очередь. В первую очередь. Но для этого нужно было сначала пострадать. В вашем случае. Да. В моем случае. А вам друзья или учителя не говорили, тренером, может быть? Горные лыжи – это достаточно дорогостоящий спорт спорта. И чтобы закупить снаряжение малой кровью, приходится находить самые бюджетные варианты. На чем-то где-то сэкономить. Мне казалось, что сэкономить на шлеме – это удачная идея. Оказалось, что нет. Ну да, на ошибках и учишься, к сожалению, да? Ваши коллеги считают вас очень стильной, да, моей, что вы всегда очень хорошо одеваетесь, приятно выглядите. Как вам это дается при вашей работе сложной? А я не знаю. Я не могу ответить на вопросы, потому что я ничего для этого не предпринимаю. Может быть, это чисто человеческий настрой? Я, в отличие от многих, почему-то не задумывалась о том, что нужно сходить в косметологу лишний раз, где-то что-то себе подтянуть, где-то убрать. Я живу и радуюсь тем, что небо голубое, тем, что лыжи, тем, что река журчит, рыба, тем, что природа у нас такая замечательная. Потому что, наверное, находить радость в жизни, даже, может быть, в самых мелочах, может быть, это приводит, опять-таки, к успеху, хоть сколько угодно ты можешь с лицом своим или с телом делать, но если душа твоя в черноте и в печали, то, наверное, это не особо-то и поможет. Так оно и есть. Вот сейчас такая прекрасная пора началась. Вы сказали, скоро поедете в очередной поход, но можно еще тут вспомнить про дачный сезон, очень важный для многих, скажем так. Он каким-то образом вас касается? Да, он касается. У нас есть небольшая дача на Покровском тракте. Мы летом, ранним летом переезжаем туда с папой моим и занимаемся огородничеством. Так как семья у нас очень маленькая, мы не делаем упор на обычные какие-то овощи, не делаем упор на объем, а занимаемся чем-то интересным. Мы, например, разводим клубнику. И растет? Она у нас растет. Она у нас лет пять подряд хорошо плодоносит. У нас есть облепиха, жимолость, у нас есть яблони, растет маленькая вишня, у нас есть даже крыжовник, который дает маленькие плоды. Вот это опять-таки, это вот уже очень интересно, попробовать, что из этого выйдет. Опять-таки, человеческое любопытство и к чему оно это все может привести. Поэтому у нас огородничество исследовательское. Скорее, да? Да, скорее исследовательское. Вы, наверное, тогда с отцом так тесно общаетесь в процессе всего-то. Объединяющие моменты на самом-то деле, совместный труд. На самом деле мы очень близки. У меня мама умерла в восьмом году. И, в принципе, папа мне очень независимый. Он возрастной, ему сейчас 86 лет, но он живет один. Да. Ну как один? С собакой два кота. Его маленькая, дружная, крепкая семья. Мы с дочерью постоянно бываем у него и постоянно поддерживаем очень плотные отношения. Мы разговариваем, мы обсуждаем фильмы, обсуждаем, конечно же, политику. Без этого никак. Я могу к нему прийти и поделиться даже такой проблемой, о которой я даже не могла себе представить, что когда-то я могу прийти в очень доверительном тоне, пообщаться с отцом, обсудить какие-то проблемы, которые не каждый может доверить своим родителям. Отец меня очень понимает и поддерживает во всем. Он гордится вами? Я думаю, да. Что вы продолжаете его дело, тем более. Да, я думаю, он гордится мной. У вас уже взрослая дочь, ей сколько лет? Ей 26. Чем занимается? Она работает в Сахаэнерго. Она достаточно независимый человек с одной стороны, но в какой-то момент она стала проявлять большой интерес к этому, спрашивать у дедушки что-то, у меня, и пришла к этому решению, что ей интересно. Ну, у нее соответствующее образование есть? Ну, опять-таки, наверное, не совсем профильная. Она не электрик, она не дизелист, она маркетолог. Но, тем не менее, место я там тоже нашлось. А вы с дочерью подруги или вы все-таки всегда контролируете как мама? Мы подруги, потому что контролировать взрослого 26-летнего человека это не имеет смысла. А как вы проводите вместе время? Ой, мы прекрасно проводим время. Мы на самом деле очень легки на подъем обе. Мы можем сидеть и вдруг неожиданно собраться вечером, съездить в Покровск. Просто так, на машине. Просто так посмотреть что-то. Небольшой сделать пикник в районе Покровска. Или поехать. Она очень легкая на подъем, и любые мои какие-то идеи она поддерживает. И иногда я чувствую, что ее идеи для меня где-то пугающие. Они мотивируют меня приступить этот страх. Вот такой, знаете, страх взрослого человека, слишком, может быть, взрослого человека, а вдруг не получится. Мама, а давай я. У нас была история. В этом феврале я ездила, как обычно, кататься на лыжах. И вдруг Алина накануне моего отъезда говорит, Мам, а давай ты приедешь, и мы с тобой на машине съездим в Луговещенск. А зачем? Как так? На машине зимой в Луговещенск просто так прокатиться и посмотреть, что такое хэ-хэ. А вот как? Какие глупости. Это у меня прокручивается в голове. Это все невозможно, это все нецелесообразно, это не надо. А потом думаю, а почему нет? И мы собираемся и едем в Луговещенск на маленькой, маленькой машинке. Какой? Тойота Витс. На маленькой машинке? И мы поехали в 30-ти градусный мороз в Луговещенск. Мы получили такие впечатления от дороги, от поездки в Китай, потому что, когда мы приехали в хэ-хэ, мы приехали туда не как сумочники, мы приехали туда как туристы. Мы ходили и смотрели широко раскрытыми глазами на их вечерние шествия торжественные. Мы пробовали совершенно замечательную китайскую пищу. Мы ели экзотические фрукты, на каком покупали на китайском рынке, очень-очень колоритном, экзотические фрукты. Мы съездили на два дня, два дня в хэ-хэ и четыре дня пути. Было такое ощущение, что мы были в отпуске месяц. Это вот мой ребенок. Это те самые легкие помыслы, которые мотивируют двигаться и не застаиваться в своих страхах. Это очень важно на самом деле, потому что если ты боишься, мечтаешь, но боишься осуществлять свои мечты, то можно пробояться всю жизнь и ничего для этого не сделать. И ничего не увидеть, а рискнуть и получить такое удовольствие. Хотите еще пойти на какой-нибудь риск? Да. Ну, например. Я хочу освоить вейкборг. Это что такое? Вейкборг – это катание на доске по воде с помощью паруса. Это очень интересно. Это здесь культивируется? К сожалению, в Якутске нет. Но это моя голубая мечта, я хочу это попробовать. Но вы это видели? Да. Видели в кино или же в реальной жизни? Нет, я видела это в реальной жизни. Я видела это несколько раз. В частности, я видела это в Греции. На острове Родос там есть место, спот так называемый. Это точка, где базируются вейкеры. Там дует постоянный ветер. Там с одной стороны ионическое, с другой стороны Эгейское море и узкая перемычка земли, песка между ними. Постоянный ветер. И когда вейки летают, с одной стороны летают тяжелые, огромные надувные птицы, специфические вейки размером с машину. И они поднимают высоко-высоко людей. А с другой стороны летают легкие, легкомоторники, легкие-легкие, небольшие крылышки, которые работают на обратном ветре. Это очень интересно. Это настолько увлекает. Я когда увидела это зрелище, у меня просто кровь закипела. Я поняла, что это я хочу. А они попробовали? Тогда у меня не было возможности попробовать. Но я хочу это осуществить. Вот вы сказали, что не надо бояться, да? Но все-таки у каждого человека есть внутренние страхи. Вот чего-то вы боитесь? На самом деле я страшная трусишка. Знаете, как я боюсь высоты? И когда ты преодолеваешь вот эту высоту горную, смотришь сверху вниз, обливаешься просто потом, у тебя внутри трясется все внутри. Но преодоление страха, оно придает такую значимость моменту. Это непередаваемое ощущение. И, скорее всего, возможно, я за этим и гонюсь в свои хобби. Но могу ли я задать немножко интимные вопросы? Пожалуйста. Ну, вам, вот уже у вас взрослая дочь, как вы ощущаете свой возраст? Задумывается или вообще нет? Нет, на самом деле я не задумываюсь. Может быть, это и ошибка. Но почему-то я не задумываюсь. Я вам расскажу такую историю. К нам в отдел пришла девушка. И, в принципе, знаю, сколько мне лет на самом деле, она у меня спрашивает. А у вас есть внуки? Вот, вы знаете, мне было такое ощущение, что это сказали не мне. Я не ощущаю себя ни бабушкой, ни возрастным человеком. Безусловно, все мы внутренне ощущаем себя гораздо моложе, чем физически, чем возраст в паспорте. Но я не думаю о том, что вот уже все, полжизни прошло, и уже идет жизнь под закат. Мне кажется, еще столько в жизни интересного и столько еще неизведанного, что только жить и жить, пробовать и пробовать. И радоваться. Радоваться и исследовать. А вы бы не хотели встретиться, например, с мужчиной своей мечты? Нет. Почему? Не знаю. Вот смогу ли я вам объяснить или нет. Вот я была замужем. Ну, это был не очень удачный брак и не очень удачный опыт. Вы долго прожили? 13 лет. Ну, это достаточный срок. Да, достаточный. Для того, чтобы привыкнуть друг к другу и сродниться. Да. Но, тем не менее, после окончания отношений я поняла, что я не чувствую потребности в создании еще одной ячейки общества. Мне очень комфортно в тех условиях, в которых я нахожусь. И я считаю, что это очень важно, чувствовать себя комфортно. Потому что не важно, замужем ты, не замужем. Важно, чтобы тебе было максимально комфортно жить. И жить так, как ты хочешь. Наличие мужчины в доме не гарантирует счастья. Я не говорю, я не утверждаю, что нет, все, фу, я больше не буду. Нет. Но я, честно говоря, ничего не принимаю, не предпринимаю в этом отношении. Мне это неинтересно. Если это случится, а судьба такая ведь и ибатая бывает, то оно случится. А сейчас у меня в жизни другие интересы. Но не поиск мужчины. Абсолютно, да? Абсолютно. В таком случае, о чем вы мечтаете? Я очень хочу, чтобы у меня папа прожил вот долгую-долгую и хорошую жизнь. Чтобы он был с нами как можно дольше. Я хочу, чтобы у дочери все сложилось, и она была счастлива. Опять-таки, так же, как и я, неважно, в каком состоянии, гражданском состоянии она находится. Я хочу, чтобы на душе всегда было спокойно. На самом деле, это очень важно. У нас сейчас такое неспокойное время, что очень люди стали озлоблены. И снивелировать вот это, это очень важно. У нас в отделе, например, очень прекрасная, очень хорошая обстановка, очень добрая, потому что для меня очень важно, чтобы люди, которые работают рядом друг с другом, чувствовали себя не как дома, но как в маленьком, очень защищенном пространстве. Это очень важно. Мне хочется, на самом деле, чтобы это защищенное пространство, оно распространилось везде. И дома, и на работе. Чтобы в городе у нас было спокойно и было чувство защиты. Чтобы в стране у нас было вот такое вот чувство надежного, защищенного плеча, спокойного, выдержанного мужчины, если мы говорим с вами о мужчинах. Это очень важно, когда все спокойно. Вот здесь. Спасибо большое, Ольга, за то, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Я желаю вам всего-всего самого доброго. Спасибо вам. Спасибо большое за внимание, дорогие телезрители. Я желаю вам прекрасных выходных и до встречи в следующую субботу. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр «Тоймада», 3-й этаж, телефон 707-574. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова